Игромания представляет В эфире программа «Во что поиграть на этой неделе» На этот раз у нас продолжение легендарной «The Bard's Tale», не менее легендарной «Star Control» и много, очень много инди. 18 сентября на ПК и консолях вышла четвертая часть знаменитой серии «The Bard's Tale». Со времен событий третьей игры прошло 150 лет. Скарабей по-прежнему заправляют бандиты, на этот раз адепты таинственного темного культа, искатели приключений, объявленные вне закона. И только настоящий герой свергнет тиранию и спасет королевство. Хотя в игре четыре основных класса — «Барт», «Боец», «Мак» и «Разбойник», смешав их навыки, можно создать новый уникальный класс. Приключения занимают около 40 часов. Ощутить все это пока смогли не все, потому что игра встретила покупателей не самой лучшей оптимизацией. В тот же день состоялся релиз дебютного игрового проекта «Элайджи Вуда» и его студии «Спектр Вижн». Психологический триллер «Трансференс» погружает в память нескольких людей, предлагая по-разному взглянуть на минувшие события и докопаться до истины. А чтобы пережить воспоминания как свои собственные, игрокам нужно надеть шлем виртуальной реальности. Впрочем, и без него эффект присутствия обещает быть максимальным, поскольку по мере прохождения то и дело встречаются видеовставки с реальными актерами. В остальном «Трансференс» — это смесь черного зеркала и «Лэйрс оф фир», где за спиной то и дело происходит какая-нибудь чертовщина. Независимая студия «Редакт Геймс» выпустила «Сейдж Браш» — ретро-приключения от первого лица. Главный герой отправляется на заброшенное ранчо, где когда-то обитали последователи культа судного дня. В один день все они покончили с собой. По слухам, не последнюю роль в этом сыграл их лидер — отец Джеймс. Нам предстоит разобраться в том, что заставило людей присоединиться к секте, как они жили и почему выбрали такой печальный финал. Своеобразный визуальный стиль и атмосфера американского захолустья вызывают в памяти первый сезон сериала «Настоящий детектив». 23 сентября на ПК состоялся релиз финского стелс-боевика «The Slater». Десятки лет назад отец главного героя погиб на полицейском задании, выслеживая наркоторговцев. Его сын, тоже бывший коп, решает им отомстить. Среди излюбленных инструментов героя — ловушки, яд и пушка с глушителем, а в случае чего он готов разделаться с врагом и голыми руками. Поскольку чекпоинтов тут нет, а разом всех расстрелять не выйдет, каждое действие лучше сначала тщательно взвесить. В тот же день вышла приключенческая головоломка «The Gardens Between». Закадычные друзья Арина и Фернд потерялись в мире своих детских воспоминаний. Каждый остров — шарада, который им предстоит разгадать, узнать друг друга чуть лучше, а заодно испытать свою дружбу на прочность. Лишь открыв каждое созвездие, ребята смогут отыскать дорогу домой. По словам разработчиков, они надеются, что игра напомнит, как непросто прощаться с детством. Также 20 сентября в продажу поступила Star Control Origins от Stardog Entertainment. Главный герой — капитан первого межзвездного корабля Земли. Но вместо того, чтобы отправиться на захватывающие поиски инопланетных цивилизаций, вы должны защитить человечество от вторжения кровожадной расы Скраевов. Новые союзники, собственная флотилия, а также легендарные реликвии Предтечь помогут дать отпор в неравном бою. А тот, кому своего космического корабля мало, может создать собственную вселенную с другими звездами, сюжетами и расами. Поклонникам космических рейнджеров и оригинальной трилогии Star Control игра, скорее всего, придется по душе. А теперь взглянем на скидки этой недели. В Steam половину стоимости скинет Nier Automata. Final Fantasy XV можно забрать за 850 рублей, а многопользовательский ужастик Dead by Daylight — за 250. Расширенное издание Divinity Original Scene отдают за четверть цены. Издательство Focus Home Interactive устраивает распродажу на выходных, а потому со скидкой в 60% можно забрать неплохой боевик The Surge, дополненное издание Space Hulk The Swing или Blood Bowl 2. Battlefleet Gothic Armada сбросила аж 75% от стоимости, а относительно свежий Vampyr — 33%. Обязательно загляните в магазин сами, там еще много всего. В Origin распродажа на игры серии Assassin's Creed, так что почти на все части действует скидка от 50% до 66%. В GOG на полной коллекции фэнтезийных ролевок серии Divinity можно сэкономить почти 2500. Погулять по катакомбам сумеречного города в дилогии Torchlight можно за 180 рублей, а пройти путь настоящего самурая в Way of Samurai — за 200. Подняться от капитана эсминца до адмирала целого флота в морской стратегии Victory at Sea дадут со скидкой в 37%. Tyranny отдают меньше, чем за пол цены, а набор знаменитой Might and Magic — за четверть цены. В PS Store повальные скидки сразу на несколько серий. Assassin's Creed, Syndicate, Unity и Black Flag продают за 1500. Набор Far Cry 4 и Primal — за 1300, а трилогию про Принца Персии — за 500. Также действуют неплохие скидки на Watch Dogs и Заснеженный Стип. На супергеройском сиквеле South Park также удастся сэкономить 66%. В интернет-магазине Microsoft эксклюзивное издание Dead Rising 4 отдают за пол цены. Четвертая часть Gears of War подешевеет на полторы тысячи. Поучаствовать в масштабных баталиях в сиквеле Halo Wars можно за 650 рублей.